Всем зрителям большой привет, с вами Катархонт, это Ацтеки, вторая часть в игре Европа Несалис 4. Я очень признателен вам за такой теплый прием первой части, за то, как вы его хорошо и активно поддержали своими комментариями, лайками и подписками. Очень многие из вас спросили, как можно быстрее продолжение, вот я его делаю. Да, не прям уж моментально, но все-таки просто игра такая приятная, что я засаживаюсь на нее и несколько часов жизни моей просто проходит. Поэтому надо подобрать время, а не такими мелкими забегами по полчаса, как я снимаю курьеру тоже хойку, которую вы видите на канале чаще. В первой части, как вы помните, мы с вами разобрались с религией, все основные реформы провели. Обреченность у нас теперь на стабильном уровне, она будет снижаться, если мы будем ее по разнообразным ивентам уменьшать. Ну и также мы теперь можем завоевывать всю Центральную Америку и дальше двигаться. Да, очень многие разделились, кто на юг, кто на север. В целом, я понял ваши предпочтения, постараюсь реализовать их, все хорошие советы тоже учту. Но один совет, к сожалению, уже позден, так как 70-й год, именно до него я доиграл, но в нарезку он не вошел. Я тут раскачал зачем-то себе, да, феодализм на максимум, смысла в этом нету. Я невнимательно прочитал сам условия реформы. Но вы мне все-таки подсказали, поэтому я остановлюсь на таком уровне. Хотя плюс все равно один есть, это то, что у нас заработок золота здесь будет очень хороший в будущем, так как я здесь раскачал себе производство. Хотя бы какой-то один небольшой плюс. К этому ролику я прикреплю ссылку на ролик полный по первой части. Там 2 часа записи, вы можете спокойно его посмотреть, как я и обещал. К этому же ролику я, возможно, тоже прикреплю, может быть, чуть позже уже к следующему прикреплю материал, который я наиграю сейчас. Чтобы вы все могли в подробностях посмотреть, так как я знаю, что немало части из вас все-таки желает видеть полный кеймплей. Но для большинства это достаточно затруднительно и длинные ролики не смотрят. Что ж, хватит разглагольствовать, погнали! И теперь я могу разыграть очень красивую войну. Смотрите-ка, я нападаю на Чорти. За нее вступаются Киче и Шкипче, то есть вот эти вот две страны. Это идеальная цель, при том нас поддерживает наш союзник. Мы быстренько влетаем сюда, разбираемся с одной страной, а потом вместе месим две оставшиеся. Ну и все замечательно, у противника осталось всего-навсего тысяча. Одну страну мы захватили, осталось 10 дождаться, пока наш союзник захватит. А сами мы пойдем помогать со Шкипче. Но есть один минус, против нас формируется коалиция, достаточно сильная, надеюсь, мы удержим. Вот то, о чем я говорил, коалиция 29 тысяч против нас. Да уж, это на самом деле немало и получается, мне сейчас придется все-таки заканчивать эту войну, так как здесь еще дополнительные 7 тысяч. Миримся тогда с ними и начинаем против коалиции бодаться. И по раскладу, как видите, почти на равных 32 тысячи против 29. Тяжеловато будет. Отлично, у противника уже 14 с небольшим тысяч, я здесь немало побед одержал, притом... О, еще одна армия летит. Ну, конечно, тут тяжеловато уже будет. Союзник поможет? Да, помог. И еще одна. Жесть, на меня здесь просто очень-очень много битв сейчас было. Надеемся, может быть, добьем кого-нибудь по пути. Правда, я никого не успеваю поймать. Хотя, смотри, мой союзник помогает и все. 9 тысяч всего у противника. Ну и это полная победа над коалицией. Просто все разорванные противники, кто только может. 100% как видите. И я могу все это забирать. Да, за исключением, наверное, нескольких территорий, на которые почему-то претендует вот это вот тело Тетлан. А остальное все мое. Притом, я не могу им отдать эти территории. Они вроде бы хотят, но при этом такие нет. Мы не хотим у тебя их забирать по миру. Даже если я убавлю, смотрите, то все равно. Беремся вот по такому раскладу. Забираем еще парочку монет. Сверхорасширение 61. У нас с вами, как видите, оно 25. Так что можем себе такое позволить. Ух, еще одна коалиционная война. На сей раз 30 тысяч против 44. Это уже серьезнее. Здесь придется явно быть аккуратнее. Ну что ж, полетели. Разбираться. Так, 27% уже удалось срубить. 30 тысяч. Ну нормально. Так, здесь берут крепость. А здесь пока все, ну, далеко не гладко. Но понадеемся, что будет все хорошо. Давай здесь влетаем. Потихонечку уничтожаем и шотаем противников. Так, уже желтый. Хорош. Еще немножко и, может быть, выведем на Белый мир. А вот и возможность Белого мира. Ну нафиг с ними дальше воевать. Забираем у них 4 монетки. Все, летят они к чертям. Мы, к сожалению, здесь в одну биту попали. Попытался помочь своим союзникам. В итоге чуть-чуть вот реально не хватило. И все. Но коалицию мы отбили. Это уже хорошо. Смотрите, какой интересный ивент нам выдает землетрясение. Здесь мы по минус 10 обреченности получаем. Хотя у нас атак уже на нуле и нам все равно. Но здесь дополнительные бонусы. И самое интересное лично для меня это дисциплина плюс 5. Да, мы теряем вроде бы, как вы видите, аж целых 3000 рекрутов. Но мы делаем вот так вот. И еще одного. И все, рекрутов нету. Выбираем это дело. Военку тоже немножко потеряем. Ну и ладно, хотя бы не много. Зато хорошие бонусы у нас сейчас, если посмотрите по войне, 117,5 дисциплины. То есть почти 120-ка. Это в 80-м году, если что. Ну что, я очень рискую. Но смотрите-ка, я хочу влететь сейчас сюда. Это Сапатейки, Миштейки, Тлакопан, Чичимеки. И все это вместе с Тилой Цветланом. То есть 20 тысяч против достаточно большой армады. Но понадеемся на хороший расклад. Также на хороших генералов. И на то, что изначально мне удастся выкинуть противников. Как можно больше из войны. И от этого сыграться. Так, ну шот и шот нам удался. То есть, да, с этим делом проблем нету. Шот за шотом. Это уже помогло в том, что противника нету как таковых армий. На того, кстати, влетели. Идеально. То есть уже здесь мы себя ощущаем вполне себе приятно. То, что всеми я замирился, остается совершенно один противник. Но здесь проблема. Если я его забираю, то минус 20 благосклонности. Я этого не очень хочу. Поэтому даже выплаты репарации не доста деньги. Деньги согласен. А за все остальное он уже начинает ругаться. Ну тогда сделаем вот так вот. По такому раскладу заканчивает. Я вражду оставляю. А нет. Хотя престижик лишний. Да, и перемирия более длинная. Поэтому берем. Все. В итоге всех забрали. Более-менее уже выглядим уверенно. Сейчас мы сможем разыграть красивую еще войну с Цацилией. За них в Шкипче влетает Чактималя. В итоге за нас Итси готовы поддержать. И Тлашкала. То есть армия у нас будет достаточно большой. Давайте берем. Итси тоже типа дадим что-нибудь. Ну и битва. В итоге мы достаточно хорошо разобрались, как видите. И подчищаем. Здесь сейчас странное. Захватываем последние крепости. И можем пировать. В итоге мир. Я решил забрать себе вассалом две эти территории. Здесь мне удалось две профки отнять, одну союзнику отдал. Ну и забрал себе еще и ту цель войны, на которую я и начинал. В итоге все вполне себе неплохо. Единственный 85-й год уже. А мы с вами далеко так и не продвинулись. Что, рискуем и нападаем на противника. У него очень много вассалов. Союзник здесь еще. Так что да, сложноват. Это тоже его вассал. Но чистить надо. Иначе смысла нету. Поэтому нападаем. Быстро влетаем. Я надеюсь, что мы с вами сможем разобраться. Сила. 26 тысяч. Нормально. Мы уже ведем. Но в итоге у нас чего здесь смотрится? Мы заняли их территории. Вроде как подбираем остатки. Они вроде заняли мои. Но вся классная вещь в том, что я занял их территорий намного больше. И как вы понимаете, им сейчас тяжко. Нам главное додержать и победить. Да, я немножко пострадаю. Здесь позахватывают моего вассала. Меня. Но, надеюсь, мы вытянем. Ну все, можно сказать. Здесь мы основные территории захватили. Авракова. Остаточки его вот здесь. Вот максимум, что он может это наемчиков поднимать. А так, можно сказать, мы близки к победе. Полностью забираю регионы Таналы. Сколько? О, даже монеток могу подсобирать. Смотри-ка. Красиво. 99. Все, минус один противник. Иди, 20 с лишним тысяч. Ух. Тяжеловато будет, но думаю справимся. А что там? А, нормально. Повстанцев убили. Монет только в плюс. Противника осталось 5000. Собственно говоря, все территории почти освобождены. Ну и можно мириться. Наверное, я заберу все. Хотя на меня и обидятся. Ну а что поделаться? Такое дело. Ну ладно, прям все забрать, конечно, не удастся. А вот по такому раскладу оставить всего две территории. Вполне себе. Миримся. И смотрите-ка. Все, на этом побережье, можно сказать, у нас успех. Противников особых нету. Осталось совсем чуть-чуть. Давайте-ка на Кокчекеля нападаем. Нападаем за завоевание. За нас Ицу зовем. Васала за нас. За них, смотрите-ка. Такие красивые, да, друзья? Что у тебя по союзам? Мы, Кокчекеля, Калима еще. Калиму, конечно, можно сейчас так боком подъесть. Но это лишние 6000. Да и при том, куда она денется? Ну с этим засуязанчится. Наоборот, будет интереснее потом война. Поэтому давайте-ка нападаем. Призываем. Готово. Очень много противников, да. Подожди, а ты чего? Не можешь взять его с четвертой-то скоростью? Ну ты, конечно, даешь. Отлично. Шот нуля. Так, все. Я пока разбираюсь здесь. А где союзники, я думаю, как-нибудь сами справятся уж. Да, Титлан, смотрите-ка, тоже войну объявил. Он пойдет сейчас, наверное, вассалить как раз-таки Калиму. Ну и хорошо. Так, здесь захватывают очень активно. Сколько там противника? 16 тысяч. Интеграция другой державы. Замечательно. Шот нуля 9 тысяч только что. Ну и остается совсем чуть-чуть. Как бы здесь добрать. И это можно называть победой. Забираем все по миру себе. В итоге в январе 1994 года мы с вами в целом так-то все почистили. Осталось немножко странно. Единственная проблема в том, что у меня до сих пор нету вторых техов. Я не могу далеко колонить. Да, да, да. Я сам виноват в этом. Тело Титлан в итоге нас в противники закинул. Союз Растворок и такой, нет, мы дружить больше не будем. Удачи тебе. Мир, подаренный конкистадором. Конфликт между нами и соседним народом вынудил конкистадора из Кастилии вмешаться и попытаться примирить стороны. Ко всеобщему удивлению его затея удалось. Мы в восхищении. А от чего вопрос? Хороший. Объявляю я войну ИЦа у нее в союзе Тео Титлан, у которого в вассалах Калима. Я его как свою еще страну основную делаю. Получаем мы с вами неплохие... Кстати, могу претензию сделать, подожди. На что-нибудь дорогое. Ну давай вот на тебя вот. 20 очков потеряем. Так, ну а здесь мы получаем с одной стороны атаку. И нужен ли нам еще генерал Деннер? Да, возьмем еще одного генерала. Сейчас вот так вот красиво заехать и все. Все, армия противника разбита. Мы все подчищаем. Ну и на Калиму надо бы сходить. Но здесь перемирие, как я вижу, до 505 года. Поэтому мы сейчас сначала сходим на Шкипче. А вот и достижение первое. Это 10 золотых провинций. Ну провинции золотом и медь. Да, у меня не было этого достижения. Теперь оно есть. И да, смотрите, 501 год. К сожалению, до 16 века я с захватом не уложился. Все-таки немало оплошенностей из-за калиций в том числе было. Самое прикольное то, что нами управляет Регинский совет 5-2-1 и наследник 3-3-1. Ему 9 лет. Да, у нас кризис наследования, скажем так. Но зато ацтеки так мощно смотрятся, пока к ним испанцы не пришли, да? Начинается эпоха реформации. По результатам которой у нас с вами выполнено обращение другой державы. Объединения культуры, естественно, пока нет. Но в целом, смотрите, можно сказать, ацтеки полностью собраны. Остался лишь один маленький противник. Ну что ж, вот он, скажем так, финал. 22 мая 1506 года. Ацтеки победили всех своих соседей. Вроде бы чувствуют себя в Великой Империи. Даже почти закончили свою первую колонию. По технологиям, если что, шестой воинтех почти готов. Это, кстати, неплохо достаточно для этого времени. Третий скоро Дип подойдет. Он достаточно важен нам. Это возможность хотя бы поселенцев немало иметь, да и колониальную дистанцию увеличенную. Ну а с феодальной монархией, с админками, да, пока тяжко. Очень много вылилось. Понадеюсь, что сможем набрать и хотя бы хоть как-то потихонечку раскачаться. Собственно говоря, на этом все. Да, несколько сумбурно вышло, но пока событий нет. В основном войны, войны и войны. А вот уже в будущем будут какие-то дипломатические взаимодействия, новые союзы. Какие-нибудь дела на мировом масштабе. А пока так вот мелкие розни и войны, приведшие к тому, что ацтеки едины. Нет рядом грозных противников. И теперь надо двигаться дальше и противостоять будущим колонистам, которые придут к нам в виде испанцев, португальцев и, возможно, англичан. Если вам была интересна данная серия, то, пожалуйста, поддержите ее своим лайком и комментарием. Мне будет очень приятно. Вам, я думаю, это несложно сделать. Ну и, конечно же, ждите продолжения. Если вам будет дальше так же интересно, то постараюсь выпустить побыстрее следующую часть.